Зима еще не вступила в свою законную силу, а от мороза уже пострадали жители при Иртышье. В больницу с обморожением обратились 4 человека. Обморожение возникает в случае длительного нахождения на улице, когда столбик термометра достигает экстремально низких показателей. Что советуют врачи, смотрите далее. В больницу госпитализируют обычно пациентов с глубокой степенью обморожения. Это вторая или третья. Занимаются такими случаями врачи-хирурги или травматологи. Таще всего от обморожения страдают сельские жители. За двое суток к нам госпитализированы 4 пациента с отморожением конечностей вследствие длительного пребывания на морозе. Из них обозначать конкретный будень, 50% в состоянии алкогольного опьянения получили отморожение. И сейчас они госпитализируют, получают соответствующее лечение в условиях нашего отделения. По статистике, почти все тяжелые обморожения, приведшие к ампутации, конечности произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения. В первую очередь, никакой абсолютно первой помощи не бывает. Надо просто руки где-то или нижнее, конечно, надо изолировать, сухое тепло. Просто-напросто завернуть в любую сухую ткань и вызвать скорую помощь. Наша область не такая большая, по 730 километров всего. Самолечением заниматься не надо. Вот эти варианты, алкоголь принимать, снег втирать, все это чревато последствиями. Лучше сразу вызвать скорую помощь. Во избежание несчастных случаев, медики советуют не выходить на улицу в сильный мороз и укрывать конечности от холода. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, Ертасакпарад.